Здравствуйте! Сейчас я покажу, как я готовлю конфитюр. Сегодня это будет конфитюр из крыжовника, но можно использовать также любую другую ягоду или фрукты. Недавно я варила конфитюр из дыни, также апельсины, и, возможно, в этом сезоне я еще сварю из персиков. Очень удачные персики в этом году я нашла. Так что приступим. Нам понадобится такой жилфикс. Он, во-первых, помогает меньше расходовать сахара. Вот здесь написано, что вместо 1 к 1 соотношение у нас будет 2 к 1. Сахара будет в два раза меньше. Здесь, в принципе, есть подробная инструкция. Я варю практически всегда по ней. Это намного быстрее, чем классический способ. В варке варенья, конфитюр. Ну и вот за сколько лет меня ни разу не подводила еще. Итак, для начала нам нужно будет растолочь немножко толкушкой крыжовник. Смешать жилфикс с несколькими ложками сахара. И на маленьком огне, помешивая, довести до кипения. Вот мы размяли нашу ягоду и смешали жилфикс с небольшим количеством сахара. Я брала из расчета 2 столовые ложки сахара на 1 пачку. У меня было 3 кг крыжовника, стало быть, у меня здесь 3 пачки жилфикса и 6 столовых ложек сахара. Сейчас мы тщательно все перемешаем и поставим на маленький огонь. Как я уже говорила, будем доводить до кипения. Вот мы прогрели нашу смесь, довели ее до кипения. Сейчас сюда добавляем весь остаток сахара. Итак, помним, что у нас расчет 1 к 2. То есть у нас 3 кг крыжовника и 1,5 кг сахара. Также хочу заметить, что нужно брать более широкую. Вот как можно более широкую кастрюлю, чтобы смесь была на низком уровне от газа. Потому что если бы вы взяли высокую кастрюлю, то низ подгорал бы, а верх не успевал бы настолько прогреться. Вот поэтому если у вас есть какие-то широкие, ровные кастрюли, то самое время для них. Ну а сейчас мы добавляем наш сахар и отправляем на огонь. Также доводим до кипения и кипятим ровно 3 минуты. И с тех самых пор наш конфитюр будет считаться готовым. Наш конфитюр готов. Сейчас пока он горячий, мы только сняли его с огня, мы разливаем в стерилизованные банки. Это на случай, если мы хотим наставить конфитюр на зиму. Банки стерилизуют, наверное, все знают как. Ну, я просто держу по 15-20 минут при помощи мантоварки над паром. Вот, это очень удобно. Поставила в баночки и забыла. Естественно, нужно прокипятить крышки. Прежде чем наливать варенье или конфитюру в банки, нужно, чтобы они были полностью сухие. И так, доливаем вровень, ну, прям по самому крышечку. Протираем излишки. И закрываем крышкой. Очень удобно вот такими закручивающимися крышками закрывать. То есть не нужно никаких лишних усилий делать при помощи закаточной машинки. Вот, и нужно будет оставить вверх дно до их остывания полного. Потом можно будет переворачивать уже обратно. В принципе, очень легкий рецепт. И, я говорю, подходит вообще под любую. Фрукты, ягоды и все, что угодно можно таким образом сделать. Вот, надеюсь, вам понравится. Вот, приятного аппетита. Спасибо за внимание.